Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и сертифицированный тренер-методист по профессиональной косметике Гельтек. Сегодняшнее видео я хочу посвятить кислотам. Разберем с вами, какие кислоты бывают, какую функцию они в косметических средствах выполняют, что важно учитывать, когда мы пользуемся средствами с кислотами, ну и, соответственно, пробежимся по косметическим препаратам Гельтек, в которых эти кислоты присутствуют. В первую очередь я хочу разделить кислоты на две группы. Это настоящие кислоты и кислоты, в которых только название кислота присутствует. Конечно же, я имею в виду ту кислоту, гиалуроновую кислоту, которая по сути не является кислотой, это биополимер. Соответственно, она, естественно, не имеет кислый паш, она не является кислотой как таковой, это увлажнитель. Если это высокомолекулярная форма, то увлажняет она снаружи, удерживает влагу. Если это маломолекулярные формы, такие как ультра- или низкомолекулярные, вот они здесь, сыворотки 3D-увлажнение, например, у меня стоят, то это глубокое увлажнение кожи, то есть они кусочки, фрагменты гиалуроновой кислоты настолько малы, что, например, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота может проникать через эпидермальный барьер и даже оказываться в дерме. Ее размер от 5 до 25 кг дольтон максимум и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая чаще используется для аппаратной косметологии, это такой размер, который может проникнуть при помощи аппарата в дерму, без аппаратов, конечно, в дерму не проникнет и оказывает не только как заместительная терапия свое действие, восполняя гидрорезерв кожи, но и оказывает стимулирующее действие на выработку собственной гиалуроновой кислоты. А мы перейдем с вами к настоящим кислотам. Настоящие кислоты – это действительно компоненты, которые работают чаще всего при кислом ПАЖ, но не все. И мы с вами знаем фруктовые кислоты, то есть альфа-гидроксикислоты, аха-кислоты – это наиболее часто встречающиеся в косметических средствах кислые формы компонентов. Могут быть полигидроксикислоты, как, например, в нашем очищающем геле с полигидроксикислотами, в частности, с глюконолактоном. Более мягкого действия кислотные средства на них, как говорится, формулируются. Есть бета-гидроксикислоты, самая известная бета-гидроксикислота – это салициловая кислота. Есть еще липогидроксикислоты, то есть это производная салициловой кислоты более мягкого действия. И есть кислоты, которые не являются как таковыми именно аха-кислотами, либо х-кислотами – это, например, карбоновые кислоты и так далее. Мы знаем с вами азолаиновую кислоту, фируловую кислоту, которая является вообще антиоксидантом больше, чем кератолитиком. То есть это уже такие как бы отдельные группы, но это тоже кислоты. Тоже, собственно, делают кислоты. Они могут нормализовать ПАЖ. Нам важен слабокислый ПАЖ на коже, потому что при таком ПАЖ оптимально хорошо себя чувствует нормальная микрофлора. И тогда мы можем предотвращать воспаление, например. К примеру, ПАЖ нормализуют тоники с небольшим количеством кислот в составе. ПАЖ нормализуют и убирают жесткость негативного воздействия воды. Водопроводные очищающие средства с кислотами, кстати, например, средства для интимной гигиены с кислотами тоже важны, особенно для женщин, потому что женский гель для интимной гигиены имеет слабокислый ПАЖ 4,5 за счет молочной кислоты, способствует увлажнению, профилактике грибковой флоры, инфекции, таких как кандидозы, например. И, кроме того, может оффлейбл использоваться для умывания кожи лица, например, если кожа проблемная. Кислоты, конечно же, кератолитики. В основном чаще всего используются в пилингах, в каких-то отшелушивающих средствах, мягко отшелушивающих или резко отшелушивающих, которые способствуют обновлению эпидермиса. Влажнению способствуют кислоты, в частности, молочная кислота очень хорошо увлажняет кожу лица. Естественно, кислоты, так как они стимулируют обновление эпидермиса, они используются в всяких программах для осветления кожи, устранения пигментации, профилактики пигментации. Естественно, противовоспалительный эффект тоже у кислот достаточно хорошо выражен, но не у всех Например, миндальная кислота с ярко выраженным антибактериальным и профилактическим противовоспалением эффектом Например, в сыворотке альфа-дермана есть и азолаиновая кислота в сыворотке стоп-акне Это вообще золотой стандарт комплексной терапии акне Азолаиновая кислота, как правило, туда входит в эти программы лечения В рамках либо косметического средства с дракфактором, либо, например, какого-то медицинского препарата Антиоксидантным действием обладают кислоты, то есть фируловая кислота, альфа-липоевая кислота – это мощные антиоксиданты И для кислот существует определенное правило, как они лучше работают Естественно, если они направлены на отшелушивание, то чем ниже PH, то есть кислотность средства, тем агрессивнее будет действовать кислота Там, конечно, все немного сложнее, я не буду вдаваться в такие тонкости, как, например, констанция диссоциации кислот Которые, собственно, тоже от этого зависит, насколько пилинг будет более агрессивный Но достаточно запомнить того, что чем ниже PH, если он ниже 3-2,5, то это уже достаточно сильно агрессивный будет пилинг Даже если концентрация самой кислоты не очень высокая И в то же время, например, при PH 3,5-4 или там даже чуть выше, даже если кислоты будет довольно-таки большое количество Там 20-30%, она все равно будет менее агрессивная за счет того, что она будет частично нейтрализована этим высоким PH Соответственно, чем больше концентрация кислоты и чем ниже PH, тем средство с кислотами будет более агрессивное Для салициловой кислоты, его производная, либо салициловой кислоты, PH низкий не обязателен Они прекрасно работают при физиологичном для кожи PH между 5 и 6, чуть ниже 4,5-4,8, то есть для них не важен прям кислый PH Соответственно, могут присутствовать кислоты в тониках, в очищающих, как я уже говорила, средствах Например, салициловый отшелушивающий лосьон, безспиртовой, хочу заметить, очень мягкий Тоник с аха-кислотами, здесь комплекс аха-кислот, не очень низкий PH, 3,6 И, соответственно, это очень мягкое средство с альфа-гидроксикислотами, который может использоваться почти ежедневно Например, если кожа проблемная или если мы назначаем его в программе выравнивания тони, осветления, пигментации Чуть более агрессивный, с гликолевой кислотой и молочной кислотой Renew Skin Toner The U Соответственно, сыворотки для уже регулярного ухода противоспалительной стопакне, антипигментной и противоспалительной альфа-дерм Как раз содержат азолаиновую кислоту, миндальная кислота хедлайнером в альфа-дерме является То есть это такое средство уже для регулярного ухода, а не для эпизодического Для эпизодического ухода используются пилинги, например, всесезонный пилинг, в который входит молочная, ферруловая и миндальная кислоты Также для тела есть средства, которые тоже содержат кислоты, например, гель для душа и сетерапии Как я уже говорила, в средстве для интимной гигиены есть молочная кислота То есть средств с кислотами у нас достаточно много И есть выбор подобрать определенный комплекс, включить в программу, как говорится, ухода за кожей Какое-то средство с кислотами, если в нем есть необходимость Собственно, это все, наверное, что я хотела рассказать про кислоты Буду очень рада, если вы в комментариях будете задавать свои вопросы О средствах с кислотами, о различных действиях кислот Может быть, о своем опыте применения кислот наших и не только наших Нам будет очень интересно прочитать ваши комментарии Кроме того, каждый ваш комментарий поддерживает наш канал и продвигает его А мы будем рады снимать новые видео на интересующие вас темы Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok